Подготовка к новому учебному году не останавливается ни на день. Один из девизов Международной академической школы Одесса – «В действии». Накануне в образовательном комплексе, аналогов которому нет в Украине и Европе, состоялся День открытых дверей. Родители будущих учеников получили возможность пообщаться с президентом школы Сергеем Киваловым, посетить экскурсию по современным классам, спортивной инфраструктуре, задать руководству учреждения и учителям все интересующие вопросы. Наша съемочная группа также побывала на мероприятии. Инновационное учебное заведение – единственная в своем роде Международная академическая школа Одесса в очередной раз распахнула свои двери перед сотнями родителей и их детей. Гостей школы тепло приветствовали и встречали ее ученики. С первых минут знакомства школа будущего произвела большое впечатление на одесситов. О достоинствах Международной академической школы Одесса и проектах, которые будут реализованы в будущем учебном году на дне открытых дверей рассказал президент и основатель учебного заведения, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. У нас самое важное, что есть хорошие преподаватели. Лучшие преподаватели, которые есть в нашем городе, двоих мы пригласили из Киева, которые захотели переехать сюда, мы собираем именно в нашей школе. Я считаю, что самое важное в школе – это уровень преподавания. Также родители познакомились с учителями начальных классов, различных предметов и администрации школы. Отметим, что в новом учебном году школа будущего набирает учеников с первого по восьмой классы. Чтобы переход к школьной жизни был не только максимально комфортным для ребенка, но и полезным, родители могут выбрать сразу несколько дополнительных занятий на свой вкус – различные спортивные секции и изучение иностранных языков. К уже ставшим привычными английскому, французскому и немецкому языкам здесь добавили китайский. Весь учебный процесс построен по специальным программам с применением самых инновационных технологий. Все классы оснащены интерактивными дисплеями SmartBoard 87 дюймов диагональ. Вся школьная документация ведется в электронной форме. Мы очень долго ждали открытия, наблюдали за темпами строительства. У нас ребенок был в 300-м садике, и мы пришли сюда, и то на год опоздали. Мы пришли практически всем классам смотреть на день открытых дверей, и, возможно, третий класс заполнится нашими детьми. Темпы развития в Одессе меняются, появляются новые школы. Все хотят поступить, чтобы дети учились в новых стенах, в таких больших красивых спортзалах. Посмотрите, сколько любви, как нас провожают сюда, на эти места. Но это же есть разительное отличие. Виктория о Международной академической школе Одесса узнала из многочисленных телевизионных репортажей. Сыну Виктории всего 4,5 года, но с местом выбора получения среднего образования ребенка семья определилась. Учебный комплекс превзошел все ожидания. Честно говоря, сказать, что мы очень приятно удивлены, это ничего не сказать. Потому что школа действительно на очень высоком уровне. И не зря она называется международная, да, академическая школа, потому что действительно она так и есть. Я думаю, что дети, которые здесь учатся, будут учиться, да, ну для них есть все условия. Ну что еще пожелать лучшего, правда, в какой класс не зайди, инвентарь, все полностью есть. Хочешь заниматься спортом, любым видом спорта, все для этого есть. По-моему, для детей здесь рай. Международная академическая школа Одесса следует новым тенденциям и направлениям, которые были предусмотрены еще при ее строительстве. Образовательное учреждение – одно из немногих в Украине, где любовь к спорту у детей прививают с первого класса. Благо, для этого есть все необходимые условия. Обычные уроки физкультуры здесь разнообразили плаванием, черлидингом и многими другими видами физической деятельности. В школе будущего для занятий в воде предусмотрены сразу два бассейна. Малый, где могут заниматься ученики младших классов, и олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами. Уроки плавания для школьников – предмет обязательный и является бесплатным. Педагоги рассказывают, обучают детей с любым уровнем подготовки. А для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки, существует отдельный кружок. Строительство бассейнов в школах входит в национальную программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка», которая сейчас находится только на начальном этапе реализации. В Международной академической школе Одесса не ждали лучших времен и построили сразу два бассейна. Однако и на этом развитие спортивной инфраструктуры не останавливается. И для меня очень важно, чтобы дети не сидели в классе с полдевятого до трех. Они большую часть времени находились на свежем воздухе. Поэтому мы завершаем строительство комплекса спортивного на улице. Сейчас мы готовим наш спорткомплекс к летним сборам и соревнованиям. Это как и на воде, так и в спортзале. Поэтому сейчас мы подготавливаем по всем стандартным и требованиям для проведения этих всех турниров. Поэтому каждый день мы замечаем те или иные изменения в лучшую сторону. Мы сейчас в июне готовим нашу школьную команду к соревнованиям на воде. Я думаю, мы обязательно займем призовые места. У нас очень хорошая команда и очень хорошие достижения. Поэтому я думаю, мы скоро сможем гордиться именно нашими победителями. И также, помимо как на воде, у нас есть уже команда черлидинга, которая также летом будет принимать участие на море в съезде черлидинга школьных команд. И я надеюсь, мы тоже покажем хороший результат. Мы занимаемся плаванием, еще с 7 месяцев плаваем и занимаемся каратэ с двух лет. Поэтому нас заинтересовало, что здесь шикарный бассейн. И, насколько я знаю, плавание входит в обязательные предметы в школе. Поэтому для нас это очень большой плюс. Среди преимуществ школы – комфортные условия для отдыха и качественного питания. А образовательный комплекс состоит не только из учебного корпуса, но и из киноконцертного холла, студий и различных секций. Есть очень много талантливых детей. Вот я общаюсь с Георгием Делиевым. Он даже помогал нам расставлять правильно кресла по-особому, чтобы градус был другой, траектории, чтобы звук был, чтобы свет был особый. Мы это все выполнили, все сделали. Для чего? Для того, чтобы было комфортно детям заниматься творчеством. Там огромная сцена. Они будут петь и танцевать, и рассказывать, и стихи. Всегда очень приятно общаться с родителями, которые приходят к нам на дни открытых дверей, или просто на экскурсию к нам в школу. Всегда очень нравится наблюдать за ними, потому что это очень непередаваемые их ощущения и впечатления от увиденного. Это всегда очень приятно, потому что эта школа настолько необыкновенная в плане своей материально-технической базы, своих каких-то инновационных технологий, которые используются, своего спортивного комплекса. Строительство Международной академической школы Одесса как школы будущего накладывало особое обязательство. В проекте предусматривался высокий уровень образования, полноценное физическое развитие, формирование творческих навыков в различных кружках художественного профиля. Кроме того, учтена духовная составляющая. Для этого при школе построены два храма – Сергея Радонежского и Иоанна Богослова, где детям прививают духовные ценности. При желании школьники могут также посещать факультативы и слушать лекции по истории религии, изучать христианскую этику. Но эти предметы не являются обязательными. В то же время стоит отметить, что в Минобразование Украины сегодня предлагают ввести в школах уроки по морали, основы христианской этики и библейская история и христианская этика. Год, который прошел, он показывает, насколько и дети очень с радостью ожидают этот урок, и насколько он влияет на души вот этого подрастающего поколения. Насколько они могут правильно реагировать на ту или иную конфликтную ситуацию со своими сверстниками. Насколько они с радостью учат, а потом исполняют заповеди, десятисловия. Насколько долгожданно для них каждый приход в храм и пребывание на тех уроках, которые мы проводим, как и в аудиториях, в классах, в том числе и в храме. Цель и реализация этого проекта с двумя храмами в школе – это то, что когда-то было и утеряно, и забыто нами. Сергей Васильевич смог это восстановить. Возможность получать не только образование, но и духовное совершенствование своей души. Предпочтительным для многих родителей стали обязательные занятия шахматами. В Международной академической школе Одесса этот предмет также изучают с первого класса. Поскольку игра пользуется у учащихся большой популярностью, в школе работает кружок, где дети могут сыграть не только со сверстниками и старшими классами, но и с преподавателями. В игре учитель может лучше узнать характер ученика и рассмотреть его личное качество. Почему мы ввели шахматы? Потому что шахматы позволяют ребенку мыслить. Почему во всех школах не выводить шахматы? Я считаю, что это нужно внести обязательный предмет во всех школах нашего города, во всех школах Украины. Я считаю, что для детей надо лучшее будущее давать. Это залог их хорошей, стабильной и успешной жизни. Я смотрю, что молодой коллектив. Это уже не то советское время, когда там в год надо. Во-вторых, это технологии. Очень много уделяют внимания спортивному и здоровью детей. А еще тут есть шахматы. Это просто, ну вообще, очень тяжело на самом деле в нашем городе найти было эти шахматы. А тут они с первого класса. Мне очень понравилась школа, понравилось отношение к учителям, учителям, к детям. Понравилось оснащение школы, великолепное оснащение. Да и само место расположения, оно какое-то уютное, притягивающее. Поэтому нам очень нравится. И мы пойдем в 8 класс, надеемся. Во многом ничего общего с нашими школами нет. Это огромное современное здание, такие прекрасные классы, прекрасное оснащение, великолепные возможности для занятия спортом. И не только. Еще один немаловажный критерий для выбора школы. Конечно же, безопасность ребенка. Международная академическая школа Одесса предусмотрела все для того, чтобы пребывание учеников в образовательном учреждении было максимально удобным. Кроме того, в учебном заведении продуманы условия, в том числе и для детей с особыми потребностями. Специально оборудованная парковка, санузлы, подъездные пандусы, лифты и особая пропускная система. Все это реализовано в программе «Образование без границ». Один из главных девизов школы будущего. Не менее важный критерий – это безопасность. Потому что, сами понимаете, сейчас такое время, и каждому родителю важно, чтобы ребенок был не только под присмотром педагогов, но и родитель имел доступ и возможность по тем же камерам, по наблюдениям, понимать, что делает ребенок, где он, когда он пришел в школу, когда покинул. В школе установлено 240 видеокамер наблюдения. У них есть функция ночного видения, также обнаружение лиц. Каждое действие отслеживается. В классах также есть камеры. Более того, насчет действий. У каждого ребенка и у каждого сотрудника есть своя персональная карта, с помощью которой они заходят в школу. Эти действия все отслеживаются. Родителям приходят оповещения, когда ребенок зашел в школу, вышел со школы. У каждого сотрудника и ребенка есть свой уровень доступа. Также стоит учесть, что в случае ЧП все двери автоматически открываются, и всем сотрудникам и детям даются все уровни доступа, чтобы могли обеспечить максимально быстрый выход со школы. Более того, этими картами они могут рассчитываться в кафе. Также родители могут пополнять эту карту через сайт, также отслеживать, что ребенок покушал, когда покушал. Уникальный в своем роде учебный комплекс стал первым реализованным образовательным проектом за долгие годы в Одессе. Идея создания учебного заведения возникла у Сергея Кивалова почти 10 лет назад. Результаты строительства уже целый год оценивают родители и дети, которые стали первыми учениками Международной академической школы Одесса. Нельзя оставлять. Как только объект остановил на месяц, на два, знайте, что вы его уже не поднимете. Это будет недостроено всегда. Поэтому мы не останавливаемся ни на один день. И я горжусь вот таким проектом. Я благодарен всем, кто принимал участие в строительстве школы будущего, нашей школы. И я думаю, что она послужит хорошим подспорьем подготовки высококлассных специалистов для нашей страны. Учеба – труд непростой. И от того, в какой обстановке он проходит, зависят не только школьные успехи, но и эмоциональное состояние ребенка. Международная академическая школа Одесса продумала необходимое комфортное условие, где на протяжении всего периода обучения ребенок получит необходимый запас знаний и жизненный опыт. Продолжение следует...